привет привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами в данном ролике мне бы хотелось поговорить о бунту последнее время у нас множество различных инфоповодов ну и давайте разберем некоторые из них в самом начале хотелось бы рассказать о том что компания canonical выпустила баг fix релиз ubuntu 17 10 1 как известно несколько месяцев назад возникла экстренная ситуация с некоторыми ноутбуками lenovo acer toshiba и dell когда установка ubuntu 17 10 приводила к невозможности сохранения настроек bios кроме того ломалась загрузка с юсб по этой причине ссылка на загрузку 17 10 было экстренно удалена с официального сайта до выяснения обстоятельств сейчас загрузка исправленной версии ubuntu 17 10 01 но вновь доступна ну опять таки если вы не знали этого можете обратить внимание и ссылочку я приложу в описании ubuntu 17 10 один в принципе можно пользоваться собственно давайте теперь немножко о причинах возникновения самой ошибки подобной ситуации приводил драйвер intel из ядра linux я об этом поможет немножко рассказывал предыдущем ролике об этом происшествии но мне немножко поговорим и сегодня теоретически этот драйвер дает возможность обновлять bios прямо из системы на данный момент драйвер экспериментальный и он не готов для повседневного использования документация к ядру явно указывает что данная опция не должна быть включена она только для экспертов и на данный момент она может привести к невозможности загрузки системы по каким-то неведомым причинам каноника включила данную опцию для первоначальной версии ubuntu 17 10 что собственно и привело к подобным последствиям у некоторых бах проявился даже без установки после загрузки live сиди ubuntu 17 10 1 драйвер intel спи деактивирован ну не знаю то ли по халатности то ли по каким-то другим причинам это экспериментальная опция была включена дистрибутиве в бунту 17 10 именно поэтому друзья я всегда вам рекомендую использовать все-таки lts дистрибутивы которые проходят более качественную проверку ну и которые являются по сути более стабильными и ну как бы конечными продуктами которыми можно пользоваться но такие дела давайте посмотрим что у нас дальше ну а теперь давайте поговорим с вами в бунту 1804 и хотелось бы сказать что стало известно что 1804 будет использоваться графический сервер к 40 вместо вайланд так как по главу угла lts релиза ставится стабильность и надежность на самом деле в этом нет ничего удивительного возврат на 40 для lts релиза предполагался разработчиками когда они переводили ubuntu 17 10 на вайланд апгрейд на ubuntu 1704 и так будет достаточно непрост для пользователей которые предпочитают только lts выпуски из-за миграции с юнити на gnome shell если бы к этому переходу добавилась еще и система графического сервера это было бы не лучше идеи ubuntu 1804 будет поддерживаться в течение пяти лет и аудитория пользователей вот у lts релиза всегда более обширная нежели у обычного ну как бы ввиду ранее описанных проблем это даже и не странно но сами понимаете плюс x 40 40 x орг до как его там по разу называют перед вайланд к сожалению у вайланд еще наблюдается множество проблем особенно по части совместимости же с железом многие начинающие пользователи устанавливают именно lts дистрибутивы в качестве первого и плохая совместимость с оборудованием может их отпугнуть но это как бы не странно до логичный шаг со стороны каноникал у x 40 40 до в отличие от вайланд нет проблем с функцией демонстрации экрана в skype допустим google hangout и прочих приложениях удаленное управление через rdp и vnc также работает как положено сейчас у вайланд наблюдаются серьезные проблемы с поддержкой планшетов в аком скринами и прочими методами ввода 40 же избавлен от этих проблем поддержка видеокарт у него также лучше конечно разработчики вайланд работает над исправлением всех этих недочетов но на это требуется время скажем так еще в поводу старых инсталляций ну они останутся те которые до были на вайланд они останутся на вайланд хорошая новость заключается в том что вайланд никуда не денется он по-прежнему будет поставляться в дистрибутиве и его можно будет выбрать из экранного лога возврат на x 40 коснется только новых инсталляций и при желании пользователь сможет легко переключиться на вайланд ну данное решение в принципе логичное и я думаю многие будут радоваться потому что действительно с вайланд множество проблем напишите что вы об этом думаете в комментариях реально интересно узнать мнение моей аудитории далее хотелось бы поговорить с вами о новом приложении в убунту 1804 под названием gnome to do в бунту 1804 будет добавлено еще одно приложение которое будет предустановлено по умолчанию это gnome to do персональный менеджер задач который поможет планировать дела программа поддерживает плагины перетаскивания и группировку задач gnome to do позволяет назначать приоритеты определенным задачам а также использовать цветовые обозначения для списков само собой можно добавлять примечания создавать под задачи и назначать даты для задач ну и подробнее сейчас немножко в видеоряде об этом приложении ну и напоследок друзья для вас приберег кое-что интересное сейчас я хотел бы рассказать вам как можно попробовать новую тему комитет им для убунту 1804 кто не подписан на telegram пожалуйста подписывайтесь ссылочка в описании там не публиковал уже видео демонстрацию новой темы в общем кому интересно эта тема как бы вступайте в нашу telegram группу потому что я там публикую множество всякого интересного как бы то что иногда даже не входит видео ссылочка в описании итак новая тема для убунту 1804 lts находится в разработке и уже сейчас ее можно опробовать текущая стандартная тема эмбианс не менялась с 2010 года и несколько месяцев назад каноникал предложила сообществу создать новую несмотря на то что тема пока достаточно сырая и до сих пор пока еще не включена в дневные сборки убунту 1804 lts вы можете поставить ее ну и скажем так на посмотреть уже сейчас тема с кодовым названием комьюнити тим она может измениться впоследствии будет основана на стандартной гно гном теме адвайта при этом создатели вдохновились текущей темой эмбиенс это скажем так не только gdk тема также в нее входят темы экрана приветствия gdm и гном shell а также иконки на данный момент разработчики еще не решили будет ли тема комьюнити тим использоваться по умолчанию в бунту 1804 или будет просто доступна для установки ну и установить комьюнити тим в бунту 1710 и 1804 если вы там до пользуетесь какой-нибудь там дэйли сборкой тестируете тело можно установить используя пипей при помощи команд которые сейчас вы видите на экране ну и дополнительно приложу эти команды в описании для того чтобы вы могли это все удобно скопировать и опробовать после установки следует разлагиниться и выбрать сеанс комьюнити тим из экрана приветствия чтобы вернуться к прежнему облику надо выбрать сеанс убунту или гном там же ну вот в принципе всем скажем так новинки до инфоповоды которых я хотел бы упомянуть в этом видео надеюсь вам было интересно и полезно если это да поставьте палец вверх этому ролику и напишите какой-нибудь комментарий мне интересно ваше мнение и как всегда приятно читать ваши комментарии спасибо за внимание и напоследок также я хотел бы попросить о небольшой просьбе телеграм-канале публиковал один на видосик об открытии сундука клэш рояль моего бланшего брата вот кто не подписан на телеграм подписывайтесь посмотрите интересное видео в принципе парень старался монтировал ну и если у вас нету телеграма и ссылочку приложу в описании было бы неплохо да если бы моему младшему брату до прилетела пару лишних сотен просмотров я думаю он бы умер от счастья он как бы старался зацените быть может вам вообще понравится его ролики если это до подписывайтесь почему бы и нет ну все друзья надеюсь вы скажем так отнесетесь положительно к моей просьбе но за это вам заранее большое спасибо ну все всем пока